Створение компрессора кондиционера. За допомогу команды FileViewImage у новой версии У старых версиях встановим зображение моделюемого объекта Посунем его левее, чтобы он не завражал моделювание Встановим в якости одиниць вимирювания мм, скриставшись пунктом меню Customize Unit Setup та System Unit Setup Обидва векна повинні містити однаково одиниць вимирювания мм На видовому экране перспектива створим у параллелепипед команду Create Geometry Бокс из размерами 700, 300, 500 мм Кількість сегментів одиниця Перетвором отриманный объект в редагованной полигональні За допомогу команды контекстного меню Объекту Convert to Convert to Editable Poly Перейдіть в режим редагування полигонів Полигонс Выделіть усі бокової грани Та натисніть кнопку активации делінні секучою плащиною Slice Plane У вкладинці Edit Geometry Встановіть плащину на верхню грань За допомогу команду переміщення За висю Z перемістіть плащину на 40 мм нижче верхній грані Та натисніть кнопку Slice Відключіть команду Slice Plane Перейдіть в режим редагування ребер Edges Та виделіть 4 верхніх ребра На котрих скористається команду Chamfer С параметрами 15 мм В три сегменты Ось таким чином Перейдіть в режим редагування грані полигон Выделіть усі грани Та за допомогу команды Slice Plane Або Swift Loop на рибоні Поделіть заготовку Занадана на ось Цьому зображенню схемою Тобто ось так і ось так Вбираємо команду Slice Plane Наприклад Створюємо Два Ребра Зверху Два Ребра Знизу Активуємо команду Оберту Та крок оберту Встановлюємо 90 градусів Активуємо команду Активуємо крок Та за відповідною висю Обертаємо цю площину Перемикаємось в режим Інструмента переміщення Та за допомогою кнопки Slice Створюємо ще 4 ребра Відключаємо команду Slice Plane Відклюємо команду Slice Plane Відклюємо грань щутуруєт Прямо кутник Звучить За допомогою команди Extrud На 40 мм Прорежить в режим редагування Ребр выделить две вертикальных левых ребра поделить их за допомогой команды connect и с наступными параметрами 18 ребер минус 80 миллиметров то минус 300 миллиметров да есть вот так и так выделить группы по три ребра то расташует их у потребных местах завистью z выделить группы цех ребер то за допомогой команды connect и с параметрами килькись два мишень смещение 60 260 поделить цех ребра выделить центральное ребро у каждой группы ребер а за допомогою команды масштабования поширить зависию у на невеличкое значение выкористать на цем ребра команду экструд с параметрами минус 1 миллиметр то 4 миллиметры предвиду выдавая экран right створит левые частини цилиндр у режиме autogrid то растошают ее в потребном месте то надайте ему параметры например на приклад довжина 250 миллиметров кильки с сегментов один кильки сторон сайдс 24 сдублюйте отриманный цилиндр за висью x незалежным копиюванием копии установить цилиндр внутрь установить цилиндр внутрь заготовки выделить основную заготовку та на панели керувания активуемо команду пробуллин на вкладанце креат библиотеки компаунт объект та оберемо натиснемо кнопку старт пикинг та оберемо цилиндр для отримания отверо для отримания важливо что прямая качество потребен находить находиться у вкладанцы параметры вкладанцы пик старт пикинг выбираем цилиндр отримаем отверх вид по видному розмеру притворный объект за допомогу команды контекстного меню convert to convert to editable poly установим початковый стан приведите у режима редагувания раб реджес выделить любого внутрешнего рябра за довжиною то скористайтесь команду ring для выделения заколом у всех таких ребер скористайтесь команду connect для створения зовнишнего ободу в размере полигон приедите в режиме редагувания граней полигон выделить уси отрыванные грани зовнишние то застасуйте команду extrude обырыть режим local normal установить параметр выдавливания 20 мм створить еще одну копию цилиндра за висе x изменить диаметр на 25 мм и установить ее у центр отверу к шуму на 24 мм до 25 мм до 25 мм утре отверстие до 25 мм 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 и так до 25 мм Ведрадагуйте остальный цилиндр наступным шином. Оберите кап-сегмент 10 и 28 сайта. Скористуйте команду контекстного меню Convert to Convert to Editable Poly у режима граней выделить уси окорим зовничные и выдалить их. Пройдите в вкладенку иерархии, натисните Effect Pivot и установите центр объекта, центр оборта. Выйдите из режима редагования центра. Скористуйте модификатором Shell с параметром 5 мм на отриманном объекте. А снова преобразуйте его у Editable Poly. Застосуйте модификатор Latest с наступными параметрами. 2, 1, 4, 1, 5, 1, 2. Установите отриманный элемент в потребном месте. Та на видовом экране write скористует из команды масштабования. Для подбора размера потребного. Таким чином установите все объекты в належные им месте. Пройдите на видовый экран front. Та створить надо на форму лопатты за допомогой команды line. Ось. Например, таким чином. Проведите режим редагования точек vertex. Надайте тип точек точке без е-коннер. Та за... Та за... От редагуйте за відповідно керуючі элементи до перетворення, до отримання відповідної формы цього объекту. В режиме перспективи. Исказіть. Та трішечки. Выверніть. Элементи. Та застасуйте на line модификатор экструд із параметром. Ну і хай буде. Один миллиметр. За допомогу і команди масштабування. Змінити розмір элементу. Якщо це потрібно. Надайте необхідну форму. Дякую. 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 Поверніть. на данный угол 90 градусов 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 установить употребно месяце скримеры решитку на данный угол 90 градусов 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 здесь ключ им центру борту цилиндру На бичной частыне створить параллелепипед из размера 160 на 30 миллиметров. 160 на 30 миллиметров. Остановить приблизительно потребное место. Преобразуйте целый момент в редагуемый. Выделить 4 зовнишних ребра, там отдайте им команду ЧАМФОР на 5 миллиметров с килькостью сегментов 3. Ось так. Скопиете отриманный элемент на нижнюю частину в режиме копиювания. На нижнему та за допомогу масштабу зарабыть элемент цей довшим та тоньшим. На нижнем элементе створить цилиндр из параметра мы 20, 50, 6, 1, 22. Переведите отриманный объект в редагованный полигональный. Переведите отриманный режим редагования ребра. Выделите отриманный режим редагования. Выделите отриманный режим вертикальный режим. Застатуйте команду Extrude с параметрами минус 3, минус 3. Тобто минус 3 это 3 миллиметра. Переведите на видовый экран Back. Створить за допомогу команды Line. Дроты. 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 В параметрах команды line активуйте на вкладинці Рендеринг обе элементы enable, оберить профиль радиальный радиал, установить толщину 3 мм. Встановить дрот в потрібное місце в режиме редакування точек на дайте на обхидные формы, претворить тип точки Smooth, там на видорому в екрані back, сдублюйте цей дрот з залежним дополюванням за інстансом. Перейдіть на видовий экран фронт. Під конструкцій створить линию прямую з розміром меньше, меньше за конструкцію. Застосуйте модификатор до цієї линии свіп і з параметром за формою white flange за розміром 100-105, там 0,5 мм. Встановить в потрібном місце. Та розташуйте дублюючи залежним дублюванням. На задній частини у режиме роботи з ребрами поділіть ці елементи. Євим К В режиме полигонев. Скористает из команды экструд. После чего отриманный элемент склонует до нового объекта. Выделить цей объект. Но дайте ему разбить его на приклад. За килькостью 27 на 38. Надайте команду экструд. Экструд или команду shell на 2 миллиметра. Скористайтесь модификатором latest для отримания решитки. Моделивание закинчено. Субтитры создавал DimaTorzok